Игромания.ру представляет Во что поиграть на этой неделе? По давно сложившейся традиции в середине сентября компания Electronic Arts выпустила очередную часть хоккейного симулятора NHL. Новинка унаследовала от братского сериала FIFA систему реалистичных столкновений, обзавелась реалистичными драками, а виртуальные спортсмены катаются по льду еще более ловко, чем прежде и освоили немало новых финтов. Кроме того, теперь в режиме карьеры судьба хоккеиста зависит не только от самих выступлений, но и от того, какой образ жизни он ведет за пределами арены. А в честь 20-летия сериала разработчики добавили в игру режим, где управление и видеоряд сделаны в духе оригинальной NHL-94. Эксклюзивно на PS3 вышел красочный платформер Pappetir, вдохновленный фильмами Терри Гильяма и Тима Бертона. Повелитель сказочного мира, напоминающего кукольный театр, похищает маленького мальчика, превращает его в одну из своих марионеток и откусывает бедняге голову. При первой же возможности мальчик сбегает и отправляется на поиски головы, а также способа вырваться из магической реальности. Пока настоящая голова не найдется, герой может приладить на ее место множество других предметов, и каждый из них наделит его особыми способностями. Оружием послужат волшебные ножницы, позволяющие разрезать любые бумажные объекты в мире игры, в том числе и элементы декораций. Спустя почти полгода после релиза в Японии, до западных магазинов добрался сборник Kingdom Hearts HD. В него вошли ремейки двух первых игр серий. Обе части обзавелись графикой высокого разрешения, а также поддержкой трофеев. Вдобавок, покупатели сборника получат фильм продолжительностью почти в три часа, сделанный из сюжетных роликов Kingdom Hearts 358 Days of Wattu. В 2010 году компания Frictional Games выпустила ужастик Amnesia The Duck Descent. Разработчики не скрывали, что взялись бы за продолжение, если бы все силы не отнимал другой проект. Поэтому они доверили создание сиквела партнерам студии The Chinese Room, известной по приключению Диа Эстер. Действие игры, получившее под заголовок Emission for Pigs, разворачивается в 1899 году. Успешный промышленник возвращается в родной Лондон после поездки в Мексику, где он пережил тяжелую трагедию. С тех пор его мучают страшные видения, и накануне новогодних праздников он оказывается в мире собственных кошмаров. Студия Cyanide выпустила новую игру по мотивам популярного французского варгейма Confrontation. Земли фантазийной вселенной Арклаш с незапамятных времен объяты войной. В самом центре конфликта оказывается отряд наемников, несправедливо обвиненной в преступлениях. Полные опасности и приключения, и множество кровавых сражений ожидают псов войны, решивших отстоять свое доброе имя. Боевые действия в игре ведутся с помощью активной паузы. В любой момент можно остановить время, чтобы оценить тактическую обстановку и раздать приказы своим подопечным. В сервисе Steam начались продажи олдскульного ролевого боевика Legend of Dungeon. Игроков ждут огромные подземелья, где притаились жуткие монстры, и припрятано немало сокровищ. Уровни генерируются случайным образом, а в кооперативном режиме заняться зачисткой подземелий могут до четырех игроков одновременно. И еще одна игра для оценителей старины вышла на PC. Двухмерный боевик Volgar the Viking, созданный на пожертвования игроков. Заглавный герой отправляется в поход по семи мирам, чтобы сразиться с ордами врагов и преодолеть множество смертельных ловушек. По заверениям авторов, игра не только визуально напоминает классические двухмерные боевики первой половины девяностых, но и столь же сложна, как было принято в то время. Начинаем наш традиционный хит-парад. Какие игры удостоились занять место в десятке лучших, вы узнаете прямо сейчас. С приходом осени появляется все больше и больше новинок, хотя далеко не все из них способны закрепиться надолго. Пятерку мультиплатформенных проектов замыкает боевик Lost Planet 3. Несмотря на третий порядковый номер, сюжетно игра предваряет первые две части. На четвертую строчку опускается аркада Disney Infinity. Недавно для нее вышло дополнение — мир Колумбии из бояшок Infinite. Разработчики утверждают, что этот мир был создан пользователями, а реакции от создателей бояшок пока не последовало. Ступенькой выше располагается боевик Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. По сравнению с предыдущей неделей, продажи упали почти втрое, что, однако же, не помешало ему занять третье место в нашей пятерке. Серебро достается Saints Row 4. Всего полторы недели понадобились боевику, чтобы перемахнуть за отметку в один миллион проданных копий. Ну а на первом месте — симулятор американского футбола Madden NFL 25, достигший миллионного результата меньше, чем за неделю. И это при том, что за пределами США игра ожидаемо провалилась. Сегмент эксклюзивов постепенно возвращается к жизни, однако в списке лидеров по-прежнему мало новых названий. На пятом месте дебютирует платформер New Super Luigi U. В целом дополнение не пользуется особой популярностью и временно выбилось в лидеры только благодаря своевременному релизу в США. На четвертую строчку отступает боевик The Last of Us, постепенно сдающий позиции. Третье место достается ролевой игре Mario & Luigi Dream Team. Недавнее падение акций Nintendo вызвало разговоры о плачевном состоянии компании, но, как бы там ни было, братья Марио пока отлично держатся на плаву. Серебро остается за Animal Crossing, который, несмотря на стабильное снижение продаж, пока удерживает вторую ступеньку пьедестала. А лидером недели становится файтинг JoJo Bizarre Adventure. Полумиллиону проданных дисков в течение первой недели добавилась еще и максимально возможная оценка от авторитетного сайта Famitsu. На этом все. Играйте только в лучшее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин